Всем привет! С Вами Кривуля Андре Чарли и сегодня я покажу, как создать такой рендер, стилизованный под концепт ART. В этом видео мы поговорим о том, как создать стилизованный ландшафт с процедурными текстурами в Word Creator. Затем экспортируем его в Blender. Решим проблему с дисплейсмент на краях, на не та или иных ландшафтах. Научимся делать дымку или туман в Octane Render. Создадим облака в TA Conceptor и TD Code. Отрендерим всю эту красоту. И научимся стилизовать ее под концепт ART, с художественными мазками кисти. Итак, открываем Word Creator и приступаем к настройке формы. В первую очередь, обязательно включаем Seamless X и Seamless Y, если Вы хотите избежать проблем в Quixel Mixer и так далее. Дальше в этом уроке я покажу, как делать не та или иной ландшафтой и решать проблему с дисплейсментом на краях. Но пока делаем так. Затем все остальное оставляем по умолчанию и приступаем к редактированию формы. Для этого включаем Custom Base Shape и нажимаем кнопку Edit Shape. Если Вам мало точек, то спускаемся ниже и уменьшаем значение Level Strength Step 1. В итоге точек для редактирования станет больше. Затем, если Вам не нравится данная форма и Вы хотите начать абсолютно с нуля, нажимаем на кнопку Flatten Entire Terrain. В итоге Вы получите плоскость, с которой можно продолжить работу. Как работать с Custom Base Shape, я уже рассказывал в одном из уроков. Ссылку на который оставлю в комментариях. Поэтому я не буду сейчас показывать все кнопки и функции. А если Вам что-то непонятно, прежде всего посмотрите этот урок. А затем приступайте к редактированию формы. После того, как Вы довольны ею, нажимаем Done Editing Shape и приступаем к добавлению фильтров. Для этого переходим в вкладку Filters. Нажимаем на кнопку Add Layer, чтобы создать слой, в который будем добавлять фильтры. Обязательно пишем его название, чтобы не запутаться. И чтобы приступить уже к непосредственному добавлению фильтров, нажимаем на кнопку Add напротив Filters. Таким образом, Вы откроете Real-Time Preview, которое активируется при выборе любого фильтра. И первый фильтр, который нужно добавить, это каньон. Как только Вы его выберете, активируется Real-Time Preview. Но, пожалуйста, помните, что до тех пор, пока Вы не нажали кнопку Add, этот фильтр не будет добавлен. Это всего лишь превью того, как он будет выглядеть. Поэтому нажимаем ее. Далее переходим в категорию Sediment и добавляем Sediment Complex. Для этого снова нажимаем кнопку Add. После этого переходим в категорию Heals и добавляем одноименный фильтр. И последний фильтр, который Вам нужно добавить, находится в категории Advanced Erosion. И называется Hydro Simulation. Добавляем его в слой. После того, как Вы добавили все фильтры, выходим из Preview. Для этого нажимаем на кнопку Back. В итоге Вы увидите, как в данный слой добавилось 4 фильтра. Приступаем к экспериментам с настройками каждого из них. Причем, в отличие от уроков для Cinema 4D, я не буду смотреть на результат, который получается с отдельным фильтром. То есть, я не буду их выключать. А сразу приступлю к их настройке. В последнее время мне так намного удобнее. Видеть конечный смешанный результат влияния всех фильтров. При этом, не забываем экспериментировать с Level Strand Step, о котором достаточно хорошо рассказал мой коллега Тайлер. Ссылка на урок будет в комментарии. Поэтому я не буду останавливаться на этой информации. А просто продолжу настройку фильтров. Принцип работы с Word Creator достаточно прост. Вам не нужно досконально знать информацию о каждой настройке. Так как просто изменяя положение слайдера, вы 100% увидите, на что он влияет. Таким образом, просто экспериментируя, можно достаточно быстро изучить программу. Так как здесь все строится на интуитивно понятном уровне. Не нужно бояться этой кучи слайдеров. Особенно в фильтрах симуляции, таких как Hydro Simulation. Просто читая описание, вы ничего не достигнете. Нужно садиться за программу, крутить эти слайдеры и таким образом впитывать все увиденное. Чем больше практики, тем лучше результат. В этом и преимущество в Word Creator. Вы все изменения видите в реалтайме. Поэтому, это достаточно хорошо упрощает работу с ним. Субтитры создавал DimaTorzok В итоге, в результате экспериментов с фильтрами, у меня получился такой результат. Также, мне интересно, что получилось у Вас. Кидайте ссылки на работы в комментарии. Кстати, если Вам мешает тень во вьюпорте, ее можно при желании отключить. Для этого переходим в настройки, выбираем Graphics. После чего, обращаем внимание на параметр Shadows и выбираем None. Также, возможно, Вам захочется изменить положение солнца. Это тоже очень легко делается. Для этого нужно зайти в настройки Environment. Чтобы сделать это, кликаем на данную иконку. Затем переходим в вкладку Environment. И здесь, во-первых, можно выключить небо, если оно Вас отвлекает. Во-вторых, настроить время дня. И тем самым, поменять положение солнца. А еще, если спуститься ниже в вкладку Sun and Moon Properties. Вы можете настроить положение солнца там. Это удобно, когда хочется посмотреть ландшафт с любого ракурса. И чтобы освещение именно падало от камеры. Итак, форма ландшафта готова. Нажимаем Ctrl-S или данную иконку с дискетой, чтобы сохранить сцену. И переходим к процедурному текстурированию. Для этого нажимаем на данную иконку. Затем кликаем на кнопку Add Layer, чтобы добавить слой. Обязательно изменяем его имя. И напротив Textures, кликаем на кнопку Add, чтобы добавить текстуры. Затем, чтобы начать процедурное текстурирование, добавляем стандартную белую текстуру из библиотеки Word Creator. Выбираем ее и как обычно нажимаем на кнопку Add. Для каждой текстуры обязательно пишем Tag. Потому что потом Вам проще будет понять, где какая. Далее, для этой текстуры включаем Height Gradient и делаем такие настройки его цвета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее, добавляем еще одну белую текстуру из Height Gradient. В этот раз, чтобы смешать ее с предыдущей. Вам нужно активировать опцию «Flow», которая находится ниже и настраиваем ее таким образом. Также можно включить «Roughness» и делаем такие настройки. Пока я не 100% уверен насчет этой опции, но пусть будет. Когда мы настроим все текстуры, после этого внесем изменения и еще поэкспериментируем с разными настройками. Далее добавляем еще один «White» слой. Но для него настраиваем просто «Shade». И тоже включаем «Flow» для смешивания с предыдущим. Далее добавляем еще одну текстуру «White». И при этом, как я и сказал ранее, не забываем писать имя тега для каждой из текстур. Для четвертой текстуры «Shading» делаем немного темнее. А далее включаем «Cavity» и «Noise Select». Для них делаем такие настройки. Кстати, если Вы хотите видеть влияние определенной опции, на панели слева можно включить так называемые «Heatmaps» с помощью данной иконки. Благодаря этой опции, области, которые относятся к определенной опции и ее влиянию, подсвечиваются красным. То есть, например, сейчас я настраиваю «Noise» и красным подсвечивается влияние этих настроек. Затем, после того, как настроили нужный параметр, выключаем «Heatmaps» и видим, что получилось в результате. Когда закончили текстуринг, в любой момент Вы можете вернуться в «Surface», снова активировать «Custom Base Shape» и отредактировать форму. И в процессе редактирования, Вы видите, как текстура автоматически адаптируется под нее. Благодаря этому, можно получить разные варианты ландшафтов. Кстати, если Вам мешает туман, то его можно выключить в настройках. Для этого переходим в настройки сцены. В вкладку «Environment» и выключаем две опции. «Ward in Scatter» и «Fog». Опять же, при желании Вы можете вернуться в панель текстурирования и продолжить эксперименты с текстурами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... При этом, не забываем за опцию «Precision», которая находится в «Surface». Она отвечает за разрешение текстуры при экспорте. Если Вы увеличите его, то и деталей на текстуре станет больше. То есть, она будет выглядеть немного иначе. Я обычно устанавливаю разрешение равное 8К. Тогда результат получается намного интереснее. И снова экспериментирую с текстурами. Продолжение следует... 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 Далее, если Вы до сих пор не установили специальную версию Blender с бесплатной версией Octane Render. Переходим по данной ссылке и качаем его вместе с сервером. Ссылку я также оставлю в комментарии. Затем запускаем эту версию Blender и также обязательно Octane Server. Иначе у Вас не будет работать рендер. Чтобы его запустить, заходим в Program Files, в папку Octane Server Studio и кликаем на Octane Server Exe. Затем возвращаемся в Blender, удаляем куб и создаем Plane. Для этого нажимаем комбинацию клавиш Shift и выбираем его. Далее вводим значение, равное 2048 для Scale X и Scale Y. После чего нажимаем N, выбираем вкладку View и увеличим Clip End до 30 000 метров. Чтобы этот Plane не обрезался во Viewport, так как он очень большой для стандартной ситуации. Затем активируем Octane Render. Далее для этого Plane создаем новый материал. После чего переводим курсор в этот угол и просто тянем. В полученном Viewport нажимаем на данную иконку и выбираем Shader Editor. Лично мне так намного удобнее работать, чем переходить в специальную закладку, предназначенную для Shading. Далее перетягиваем текстуру Displacement без стайлинга. Затем добавляем ноду Texture Displacement. Для этого нажимаем комбинацию клавиш Shift плюс A и в Search пишем название этой ноды. После чего подключаем ее в Displacement слот ноды с материалом. Затем настраиваем текстуру и ее слот OutText подключаем в слот Texture ноды Texture Displacement. Затем запускаем Octane Appear нажатием на данную иконку и настраиваем Height в Texture Displacement. В итоге Вы сразу же увидите проблемы на краях, о которых я говорил. Как исправить эти баги, я сейчас расскажу. Нажимаем комбинацию Shift плюс A и в Search пишем название 2D Transform. В слот OutText в этой ноде подключаем в слот Transform в ноде Текстуры. После чего в Scale вводим значение, равное 1,01 для X, Y, Z. И таким образом Вы исправите данный баг. Теперь давайте вернемся в World Creator и посмотрим значение высоты для Displacement в Observe Tools. Оно равняется 506 метров. Возвращаемся в Blender и вводим значение, равное 56 для параметра Height в ноде Texture Displacement. Кстати, возможно Вы заметили, что ландшафт выглядит как в зеркальном отражении, то есть не идентично в World Creator. Для того, чтобы исправить это, делаем отрицательное значение для Scale Y в ноде 2D Transform. Далее немного редактируем настройки Солнца. Далее немного редактируем настройки Солнца. Кстати, если Вы хотите сделать тени более размытыми, то просто увеличиваем его размер, используя параметр Size. Если хотите сделать их более четкими, то наоборот уменьшаем это значение. Теперь перетягиваем Color Map в текстуру в окно Shading. Затем подключаем ее в Albedo Slot. После чего подключаем 2D Transform в ее Transform Slot. В итоге получили такой стилизованный ландшафт на рендере. Далее давайте настроим туман. Для этого нажимаем комбинацию клавиш Shift и A и создаем Plane. Меняем Scale X и Y на 3000 метров. Затем нажимаем R, X, 9, 0. И таким образом Вы повернете данный Plane на 90 градусов. После чего создаем новый материал для него. Удаляем Universal Material. Нажимаем Shift и плюс A. И в окно поиска пишем Specular. Называем этот материал Fog. И подключаем слот OutMath в Surface. Затем приступаем к настройкам материала. Roughness равен 0. Цвет для Reflection черный. Индекс равен 1. Затем нажимаем Shift и пишем Volume Medium. Подключаем его в слот Medium. Цвет для Scattering абсолютно белый. Density равен 1. Я заметил, что не идет Update IPR. Если у Вас та же самая ситуация, временно выключаем его. И устанавливаем разрешение Displacement на 1К. Так как он может сильно тормозить процесс Update IPR. И снова запускаем Viewport IPR. Далее приступаем к настройкам Volume Nodes. Так как у нас огромная сцена, то значение Density должно быть не очень большим. То есть примерно 0.05. Или даже 0.1000. Кстати, я объясню, почему я не использую стандартные средства VoxTan для создания Volume Atmosphere. Уникальность такого подхода в том, что в любой момент Вы можете двигать этот плейн в любом направлении. Поворачиваете его и так далее. Таким образом создавать уникальную дымку под любым углом. Кстати, чтобы настроить камеру именно на этот ракурс, который сейчас во Viewport. Нажимаем комбинацию Ctrl-Alt-Num-0. Возможно, Вы увидите пустоту. Тогда Вам нужно будет еще настроить Clipping Plane в камере. Для этого идем в ее настройки. И для End вводим значение, равное 30 км. Затем с помощью Walk Mode настраиваем ракурс. Если Вы еще не добавили его в Quick Favorites, то просто переходим в меню View, Navigation и выбираем Walk Navigation. Благодаря этому режиму, можно удобно настроить нужный Вам ракурс. Далее настраиваем Volume Material для Plane. И давайте добавим каких-нибудь облаков, чтобы сделать цену немного атмосфернее. Также еще раз копируем Plane с Displacement, чтобы добавить силуэт гор за дымкой. Облака будем рисовать в TA и немного модернизировать в 3D-код. Кстати, Вы можете скачать эту программу абсолютно бесплатно. Перейдя по ссылке, которую я оставлю в комментарии. Также, Вы можете посмотреть мой урок о создании облаков с использованием TAEI плюс Houdini. Но так как я создаю более стилизованные облака, то в этот раз я не буду показывать Houdini. Запускаем TAEI и рисуем облако. Я сейчас не буду подробно рассказывать об этом процессе, так как Вы можете его посмотреть в уроке про связку TAEI плюс Houdini. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В процессе создания у Вас должен получиться такой тип стилизованных облаков. И еще немного дорабатываем их в кооте с помощью двух слоев нойза. Чтобы они были пушистыми. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чтобы облака выглядели более естественными. Увеличиваем значение параметров MaxDiffuse, Scatter и Glossy Devs В настройках Octane Render Субтитры создавал DimaTorzok Далее оживляем сцену с помощью летающего существа, которого тоже создаем в Teya Concept. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Настройки рендера для такой сцены очень простые. Kernel Type Path Trace Так как с этим методом, в виллюметрики рендерятся лучше всего. Max Samples 5000 Можно и 2000 Но мои 2 видеокарты позволяют мне повысить это значение. И получить достаточно хороший рендер Для дальнейшей пост-обработки. Для Max Diffuse Glossy Scattered Для финала с фолюметриками Я всегда ввожу такие значения. Так получается очень качественный результат. Ray & Psylon в данном случае 0,03. GI Clump 1000 Чтобы не сильно урезать освещение. Но и так же, чтобы не было резких пересветов. Большие значения приводили к ним. Cochrate Ratio 0,3 для ускорения рендера. Обязательно включаем AI Light И Adaptive Sampling С Noise Threshold 0,02. И в самом низу не забываем за гамму. Для рендера должны быть такие значения. Для Viewport Display Device отключаем. И переходим в меню Render. Там выбираем Render Image или нажимаем клавишу F12. Открываем изображение и проверяем композицию с помощью Threshold. После чего вносим правки в гамму с помощью Camera Raw Filter. С помощью Levels немного возвращаем часть облаков. Так как в их области сильный пересвет. Но не забываем, что они в тумане. Поэтому часть их естественно теряется в композиции. Далее настраиваем баланс цвета. Делаем Color Lookup с помощью любого LUT. Литера Проверяем композицию с помощью Black-White фильтра. Немного исправляем Levels. Проверяем баланс белого в том же Camera-Row. Проверяем баланс. Еще раз настраиваем Hue Saturation и получаем такое изображение. Далее добавляем Length Texture. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После чего применяем фильтр Oil Paint, который находится в меню Filter Stylize. Процент смешивания для него равен 21%. Далее добавляем художественности с помощью плагина Photodonaut. Он позволяет делать мазки поверх рендера, при этом не разрушает основной слой. Таким образом, Вы можете получить очень крутую стилизацию изображения под Concept Art. Для того, чтобы включить режим Overpaint, запускаем Pro режим и выбираем кисть. После чего активируем Clone Mode и начинаем рисовать разными кистями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!